Круглая стола И то, что пересняли сейчас Анну Каренину и «Войну и мир» иностранные кинематографисты, это классика, это не удивляет нас, как зрителей, как любителей этого кино, для нас, для россиян. Сегодня модно снимать про российских путешественников, про российских ученых, про Россию, не только про взаимоотношения между странами, допустим, Китай и Россия, Россия и Германия, Великая Отечественная война, международное кино, а модно снимать именно непосредственно про Россию. То есть зарубежные кинематографисты обратились к истории России, к ее великим людям и к ее развитию. То есть сейчас пристальное внимание к нам, как великой державе, что очень радует. Мне сегодня очень приятно получить титул посла мира, организации «Федерация за всеобщий мир». Как член экспертного совета Государственной думы по работе с общественными объединениями и религиозными организациями, я хочу подчеркнуть, что именно это направление, общественные объединения, работают во благо мира. И религиозные организации, которые объединяются во всем мире и стараются не враждовать, поддерживать друг друга и стремиться к тому, чтобы все народы жили в согласии, жили в толерантности и процветали. Еще раз сделаю все со своей стороны, чтобы продолжать и поддерживать эту федерацию. И, значит, насколько я понимаю, что ранее она называлась «За мир во всем мире». И мне, как блондинке, еще раз хочется подчеркнуть, что вдвойне приятно быть в такой федерации, которая называется «За мир во всем мире». Оля, еще такой короткий вопрос. Вы недавно были в гостинице «Национальная федерация за всеобщий мир» конференция, и там выступали маститы ученые, политики. Готовы ли вы в ближайшем будущем себя увидеть тоже на трибуне? Если да, то с какой пламенной речью обратитесь к аудитории? У меня всегда речи пламенные. Мои ближайшие перспективы мы обсудим в следующем интервью. Спасибо.